Всем доброе утро! Хорошее настроение! Ой, я такая довольная и счастливая, что вчера наконец-то я исполнила свою мечту. Иногда для этого достаточно просто свое собственное желание, ножниц и расчески парикмахерской. Хочу научиться встречать, ребят, давным-давно, уже целый год. Это планирую. Вообще у меня есть такая особенность. Я, хоть и гексли, и вроде как все сделаю спонтанно, но я все продумываю до мелочей в течение длительного времени. То есть для того, чтобы мне решиться на какую-то стрижку, мне требуется время. Казалось бы, это спонтанное решение и для теми сционики, которые я обожаю. Казалось бы, это спонтанное решение, но по факту никаких спонтанных решений я никогда не принимаю. То есть все мои спонтанные решения, на самом деле, тщательно продумываются, а когда мне нужно что-то срочно решать, для меня это очень большой стресс. Вот. Так что, хоть гексли иррационал, но относительно продумывания, муж у меня, да, действительно, он иррационал, но при этом, как сказать, он хоть иррационал, но ему нужно еще больше времени для того, чтобы что-то решить. То есть для того, чтобы что-то... Он может плавировать на работе как-то и так далее, но что касается резкого моментального решения дома, покупка дома или еще чего-то, это настолько редкое явление, когда он делает и принимает какие-то решения спонтанно. У него, я помню, как-то стол икеевский покупали в первую квартиру. И... Ой. Почему вообще я поняла, что я с мужем хочу быть вместе? Я тоже такая, как говорится, меркантильная в этом плане, да? Говорят, корейцы и южные не любят меркантильности. На самом деле меркантильность бывает разная, иногда меркантильность очень даже нужна. Почему? На голодный желудок с этого не будешь, а когда ты выходишь замуж, в первую очередь ты думаешь о детях. В первую очередь. Как бы вы там друг друга не любили, но есть технические моменты, которые... Ну, если у вас там нет какого-то суперзапрета, да, отсутствие чего-то в отношениях физического, что вам помешает зачать ребенка, то активное общение с противоположным полом ежедневное, оно способствует рождению детей чаще всего, да, если нет каких-то особенностей в плане рождения детей, зачатия и так далее. Ну, опять же, даже и такие особенности, они все равно периодически выстреливают. Вот нет-нет-нет-нет, потом попаваться и опа-на, сюрприз! Очень много таких действительно детей, рожденных вот в таких вот сюрпризных отношениях. И когда мы познакомились где-то... Ну, мы, во-первых, переписывались с ним очень долго, говорят им, я уже рассказываю про это, что мы познакомились сначала на сайте знакомств, и я просто искала себе партнеров для общения, там, девочки, мальчики, мне без разницы, мне нужно было с кем... Я могу просто тупо хотя бы в сети пообщаться, не трогая своих подруг, просто найти новую информацию. Я человек общительный, мне очень нравится общаться, все. Никакие отношения, нет, на тот период не интересовали. И я, соответственно, просто общаться хотела. Ну, и смотрела фотографии. Мне понравилась одна фотография с прикольным... То есть видно, что человек путешествует, и он выкладывает обычные фотографии, не какие-то запупыренные, намалеванные. Я терпеть это не могу, когда человек показывает себя каким-то более лучшим, чем он является на самом деле. Хотя муж все-таки долгое время пытался показывать... Как долгое время? Месяца четыре он пытался хорохориться и показывать, что он из себя больше, чем он на самом деле может. И такое было даже потому, что я ему очень понравилась. Изначально он... Просто мы с ним общались, и когда я поняла, что я хочу уйти из этих сетей, которые мне... Ну, там начали предлагать всякое разное. Вот. А я ему лайк поставила на фотографии, написала, круто. Там такое у них в Сибири, где он родился и жил практически все свое время, у них огромный памятник. Памятник... Как же называется? Ой, забыла, как он называется. В общем, огромный памятник. Прямо... Он реально огромный. Он раза в два с половиной, наверное, больше человеческого роста. Рабочему. То ли шахтеру, то ли металлургу. По-моему, металлургу. И мне такой вот памятник понравился. Мне даже не мышь понравился. А то, что он с этим памятником так и фотографировался. Памятник меня заинтересовал. О, прикольный памятник. Потом начала смотреть, да. О, забавный человек, тоже любит путешествовать, как и я. Может, интересная вещь мне рассказать. Я на людей смотрю с точки зрения получения определенного опыта. То есть, если мне человек действительно какой-то интересный для меня опыт может дать, то мне интересно с ним общаться. Поэтому мне в основе своей, куда бы я ни пришла, я нахожу общий язык с людьми. Чаще всего. Вот. И... Обязательно с кем-нибудь там уже успеют потусоваться, мне успеют уже рассказать свою жизнь. И так далее. Вот. А я уже потом делаю выводы относительно этого. И по своему опыту. И вообще изучаю психологию таким образом. Вот. И я так познакомилась. Потом я когда-то туда уходила, я ему написала, что слушай, я все уже здесь заглубляюсь, мне здесь неинтересно, поэтому если тебе действительно интересно общаться, а мне с ним уже действительно интересно общаться-то. То есть, в отличие от других, по общению видно человека, который тебе клеится для определенных целей, сами понимаете каких, и человека, который к тебе клеится для того, чтобы просто пообщаться. У него действительно был единственный основной интерес. Единственный основной интерес тогда, и он об этом и признавался неоднократно, и на самом деле такое было. Потом уже интерес появился другой. Но единственный интерес тогда, потому что у меня не было как таковых фотографий, там у меня, может, одна фотография там была, причем просто личико, больше ничего, по-моему. Ему было просто интересно найти человека, который живет в городе, в который он собирается приезжать. Всю жизнь прожил свою, до 30 лет практически он прожил в Сибири, мало куда выбирался. Выбирался, конечно, по сравнению со мной, мало куда выбирался. Я путешествовал за своей жизнью, ого-го, сколько успела где пожить, хотя бы минимально там, но успела. А он жил на протяжении всей своей жизни в Сибири, и поэтому, конечно, ему было тяжело, ему хотелось найти человека, с которым было бы интересно общаться, чтобы вот так вот в одиночестве, как я там находилась, он собирался в Питер, ехал в Краснодар. И чтобы ему там скучно не было, вот он тоже искал, но только единственную девушку, потому что мужчины обычно вот так вот не думают о том, что прикольно было бы, можно девчонку какую-нибудь найти для знакомства, пообщаться, как я, да, не для каких-то отношений, а потому что, может быть, найти каких-то там будущих друзей, да, каких-то знакомых, у которых ситуация похожая, которые смогут там тебя поддержать, тебе что-то рассказать интересное про этот город, про эту жизнь и так далее. Потому что от человека услышать какую-то общую картинку сложить, человек, который живет в этом, тогда еще не было никаких запрещенных, типа инсты и так далее. Вот информации по поводу Краснодара в тринадцатом году было минимально. Вот. И особо сильно-то я не разбиралась в этом во всем. Ехала я туда не для того, для чего сейчас еду туда, в Краснодар. Собственно, поэтому мне интерес пропал. Когда туда куча людей попереехала, у меня уже интерес полностью пропал в Краснодаре. Потому что если бы я хотела переехать туда, где куча людей живет, Питер немножко другая тема. Питер – культурная столица, которая имеет свою атмосферу и по характеру мне очень близка. Вот. И действительно, я там перспективы видела, и мне хотелось изучить этот город, пожить там. Я так периодически делаю. То есть я приезжала в какой-то город, там жила и смотрела, как живут люди, какая у них обостройство и так далее. С этой целью, соответственно, я путешествовала таким образом. Доходила в работу и, соответственно, в свободное время могла путешествовать. А в Москву у меня даже близко мысли не было переехать, потому что это не мой город. Слово совсем. Но я не исключаю того, что в какой-то определенный период жизни вдруг я захочу в Москву. И такое может быть. Вот. Но пока совсем не мой город. И, соответственно, когда я переезжала, я переезжала нехотя. Просто я технически понимала, что, да, мне будет проще. Потому что у меня там была сестра, которая мне предложила квартиру. Я как-то планировала переезжать. Меня ждал молодой человек. И тут резко хап. И мы с ним остаёмся по определенным причинам. И я, соответственно, всё, что вкладывала финансово, я вкладывала, покупала там кастрюльки, сковородки, всё в этом роде. Кучу-кучу всего покупала. И на те деньги, которые отложила для переезда. В том числе. У меня даже мыслей не было о том, что я туда не поеду. И даже когда мы расставались, всё равно у меня мысли были, что я это всё потом заберу. Это моё, я это заберу. Даже с учётом того, что мы расстались, мне не хотелось общаться. Но у меня нет такого, что я буду в этом плане гордостью своих кичиться и говорить «Не, оставь-ка это себе». Но когда у меня там была работа, в Питере уже найдена, и меня там ждали, я ушла уже со своей работы, которая здесь в Орле была. и когда я ушла от молодого человека, то вопрос возник, а где мне искать нужно будет тогда съёмное жильё, где оно будет находиться. Я уже там с одним риэлтором договорилась, и мы с ним начали обсуждать вопросы сделки и так далее. И, в конце концов, в принципе, пришли к определённому выводу. Я нашла различные способы, посмотрела, как это можно сделать, чтобы выжить первое время. Потому что обычно, когда переезжаешь, если, конечно, у тебя денег в курьер не клюёт, другой разговор. У меня такого не было. Я переезжала с мыслью о том, что у меня будет поддержка там физическая, видимо, его молодого человека. И тут резко я понимаю, что никакой поддержки у меня не будет, но мне хочется там остаться. И тот раз мне предлагает сестра работу, то оказывается, что работа, которую она мне предложила, она мне не подойдёт. Но это случилось тогда, когда уже я туда переехала. И в итоге мне сестра говорит, меня мама попросила, она говорит, Ирина не выдержит жизни в Питере, у неё такое здоровье, ей в Питер нельзя. Не знаю, насколько мне в Питер нельзя, потому что пока я не попробую, я не пойму, насколько у меня здоровье не соответствует моим, скажем так, потребностям психологическим. Ну да, действительно, Питер не простой город для жизни, объективно. Но люди, которые в Питере живут всю жизнь, им очень трудно в Краснодаре. Практически всем, с кем я общалась, трудно в Краснодаре. И я, соответственно, когда приезжала в Краснодар, приезжала абсолютно неподготовленная, с мыслями, хаотичными, что мне делать, и приехала на работу, а работы нет. но у меня есть квартира, да, которую за меня платят, я просто там могу жить. То есть, там квартира была именно рабочая, приезжали чаще всего на выходные, или в какие-нибудь там, в один день приедут, и уедут. И меня сильно это вообще не напрягало, что мы с девочкой делим эту квартиру, тем более, когда сестра приезжает, наоборот, я очень рада была. Вот. Поэтому это очень даже классный вариант был с точки зрения стартапа. А далее, потому что в Краснодаре жилье на съем не дешевое, абсолютно. Если действительно хочется где-то недалеко от центра, и чтобы было относительно адекватное жилье и так далее, то, конечно, там ценник выше-выше-выше-выше-выше может быть. Работала я вообще на фестивалке. Первую работу я нашла на фестивалке, и я ездила час на работу. Это целая история была, как я добиралась. И я научилась находить маленький промежуток времени, когда еще не было пробок, и я успевала доехать на работу, но требовалось на это час. То есть так технически доехать туда полчаса, мне приходилось там эти 25 минут ждать, пока дверь откроется, пока все остальные придут. Но с точки зрения удобства было проще вот этот на полчаса раньше прийти, на 20 минут раньше прийти на остановку и подождать потом эти 25 минут, но при этом успеть на работу. Хотя я еще там подниму. Вот. и вот в таких психологических, в такой психологической ситуации я как раз и залезу на этот сайт знакомств. И когда муж приехал, ну и соответственно, я ему сказал, смотри, у меня страница ВКонтакте, сможешь найти меня, будем с тобой дальше общаться. И мужу интересно стало. Он действительно меня нашел ВКонтакте, написал мне. Страниц у меня было две. Одну страницу я создавала, у меня обычная моя стандартная страница, вторая страница я создавала для того, чтобы сохранить фотографии какие-то свои и просто как бы вести свой блог для самой себя. Просто потому, что мне так интересно. Ну и для своих друзей. То есть у меня там были только исключительно мои близкие друзья, никого лишнего. Общаться я очень люблю. У меня очень много людей, с кем я успела в свою жизнь познакомиться и кто в том числе интересовался моей жизнью. И есть вещи, которые, когда мне действительно там тяжело, я не буду это раскрывать. То есть постфактум об этом может быть и узнают все. Вот когда вот Димка лежала в реанимации, то никто об этом не знал, пока вот не улучшил состояние. Когда у Валеры были сложности со здоровьем, пока я не решила этот вопрос, в моей соцсети даже близко не было нигде понятно о том, что у меня какие-то там сложности есть. И единственное, моя двоюродная тетя, она мне написала, я очень сильно похудела тогда, у меня одни глаза были видны, и она мне написала, Иришка, ты болеешь? Что с тобой такое? Говорит, да нет, все нормально. И так в основе своей я и жила. Вот, и вот эта страница, она просто была для того, чтобы я путешествую, где я сейчас нахожусь, и так далее, пока для нее нету. Котенок проснулся, маляло обнуся, че же не проснулся, че же не проснулся, че же не проснулся, на просыпайся. Ложи, снимай. Вот, и я, соответственно, все равно искала человека, с которым пообщаться. И вот он мне написал, я ему почему-то отдала именно вот эту страницу, дабы он не знал, безопасность превыше всего, дабы он не знал, ничего обо мне толком. То есть, ну там фотографии были, да, но фотографии вообще ни о чем были. То есть, по ним нельзя было понять, кто я, что я и так далее. Ну, где-то путешествую, но достаточно интересный человек. Вот, но где я живу, никакой информации вообще не было. И кто мои друзья, где я учусь, где я работаю. Сейчас мне все равно, потому что я уже нигде не учусь, нигде не работаю. Вот, а на тот период, да, безопасность превыше всего. Ну, и с этим начали мы общаться. Через некоторое время он мне предложил телефон, телефонами обменяться. Когда предложили мне телефонами обменяться, ну, это достаточно быстро произошло где-то. Вот, когда предложили мне телефонами обменяться, мы начали с ним созваниваться. Это было вообще интересно. Мы с ним могли почти по 5 часов общаться. Я находясь в Краснодаре, он находясь в Новокузнецке, я выходила на улицу и до 10-30 где-то вечера с ним общалась. Вот. Потом он мне пишет, когда один раз, то есть я с ним нормально, нормально общаюсь, потом как-то один раз он мне пишет, точнее, говорит, ой, ну ладно, я пойду спать, а то у нас здесь очень поздно. Кто до меня доходит, что у них там разница какая-то есть, а я не разбиралась. Я говорю, что знаю, что такое Сибирь и так далее, что где-то там есть какая-то разница во времени, вот, но эту разницу во времени я особо сильно не вникала, да, откуда он приехал и мне пока все равно было, вот, и он мне тут говорит, ну у нас разница во времени плюс 4, то есть если у меня там 10 вечера, того не сколько, и вот он со мной так вот общался. И первое, почему я на него обратила внимание, именно вот так вот, когда он приехал в Краснодар, вот так вот серьезно обратила внимание с пониманием того, что это не просто, какое-то общение или это какое-то... да, или это какие-то отношения на некоторое время, вот. Он меня сначала позвал с собой, он же приехал, ему надо было купить машину, надо было купить квартиру, и он меня с собой позвал покупать машину и внимательно опирался на мое мнение, но удивление для меня это было шоком, то есть я как бы я сначала очень скромненько так отодвинулась, сам выбирай, вот, но он настаивал на том, чтобы я ему помогла выбрать машину, и когда он квартиру выбирал, он выбрал квартиру, и первую, кого он туда пригласил, то есть он даже первый раз туда ходил, конечно, по-моему, даже со мной первый раз пошел туда. то есть такие серьезные и важные решения в жизни он принимал со мной, хотя мы с ним знакомы были месяца, наверное, два, если начинать, два-два с половиной, начиная с переписывания в этом, не вконтакте, а вот с этим знакомствам, сейчас, и что касается отношения нашего, то потом, это он мне познакомил с соционикой, я очень любила с детства психологию, очень любила с детства тестирование различное психологическое и так далее, но мои основные знания на тот период заканчивались обычно флегматик, меланхолик, холерик, сангвиник, да, и вот этим вот. Мне нравилось Дэйл Корнеги читать, мне нравилось, у меня у сестер была книжка такая классная, тестирование, там много-много разных психологических тестов было, и я этим увлекалась еще когда, может быть, пятый класс был, шестой класс, то есть даже вот в таком возрасте маленьком, я уже этим увлекалась, и он меня, ну, познакомил с соционикой, он говорит, о, смотри, как забавно, ты что, ты что, смотри, мой шелышко, он говорит, смотри, как забавно, да, бедра, у меня правда, что ли, вот, смотри, как забавно, а, смотри, как забавно, ребенка поцеловала, забыла, о чем я говорила, вот, да, ты же мой шелышко, мой котенок, как можно вообще не согласиться на вот эти вот мимимишки, мимимишки, мани, мои мимимишки, да, от того стоит на миллион процентов, мамочка, да, да, я хочу массаж, у меня массаж, да, 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 сон, сон, кошку, а, я не конфетой, вот такие конфеты, да, и Валера конфетки уже покушал, она дефиром у меня, поделился конфетой, поделился с тобой конфетой, да, а, но ты аккуратней кушай, у тебя еще аллергия, у меня еще и гель, а Валере можно, Валере пока можно, а тебе пока нельзя, солнышко, одну конфетку я тебе и так даю, много не надо, у него опять руки, но сейчас уже, кстати, в разы легче стало, а то был кошмар, Кошмар Иванович натощак, шоки красные, шоки красные, да, мой ребенок знает, что такое аллергия, вот, и как ему с этим жить, потому что ребенку надо учить, если у него есть такая склонность, его надо учить, правильно жить, и у меня ноги, да, ему рассказывать о том, почему ему это нельзя, не просто, не просто так запрещать, а рассказывать почему-нибудь, не надо только ноги показывать в камере, ноги у тебя, кстати, замечательные, все у них хорошо, единственное, синячки, ты так блющишься, как угорелый, конечно, тебе не было, тебе синяков, это было бы удивительное дело, очень маленькие, и синячки, да, вот, и он говорит, а кто ты по социотипу, говорю, по какому социотипу, ну, по социотипу, ты кто, по социотипу, что такое социотипа, говорит, ну, вот, я Дюма, ты кто, спортивона, надо интересно посмотреть, спортивона, спортивона, спортивен, спортивен, хорошо, когда дети самостоятельные, ты им просто даешь определенные намеки, там, сходи, носочки одень, туда, сходи, сюда, сходи, и так далее, и он сам все сделает, он знает, где что у него лежит, он знает, как ему одеваться, и так далее, если что подойдет, попросит, вот так в среднем знает все, вот, ну, и что касается соник, мне тут стало интересно, уж ожидал, что я совершенно другая, по сонику, по типу, ну, я один раз делаю тест, второй раз делаю тест, третий раз делаю тест, десятый делаю раз тест, я попадаю все время на гексли, и сколько, братцы, я не делала тест, я попадаю все время на гексли, это к тому, что очень забавно, кем тебя считают окружающие, и тем, кем ты являешься действительно, очень забавно было, меня всю жизнь считали меланхоликом, всю жизнь меня считали меланхоликом, что я вот именно такая меланхоличная, меланхоличная, что во мне 100% сплошной меланхолик, и сейчас ученые говорят, что нет, на самом деле у нас есть определенное количество, что у каждого человека и меланхолии, и флегматизма, и сингвинизма, и холеризма, просто он в определенных количествах, это процентное содержание, это процентное содержание, оно у людей варьируется, но в среднем где-то, да, действительно, 100% меланхоликов обычно не бывает, но мне прям вот уверены все были, что я 100% меланхолик, и тут в итоге я делаю один тест, второй тест, я даже не стала об этом никому рассказывать, потому что зачем их лишний раз тревожить своими мыслями о том, что я не тот, кем вы меня видите, вот, и я делаю тест, у меня большая часть холерика, прохожу еще раз тест, еще раз подтверждается, еще раз тест прогресс, еще раз подтверждается, холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик, у меня есть меланхолия, и ее достаточно много, и где-то вот в среднем бой характер, какой-то средний такой, то есть сказать, что у меня прям, я 100% холерик нет, у меня все где-то вот в районе серединки, только холеризма побольше, там, сангвинизма еще чуть побольше, меланхолия и флегматизм где-то посередине, но опять же достаточно много, то есть у меня вот такая золотая середина, я и люблю золотую середину, вот, и я делала там тест другой ДПИ, или как-то он так называется, совсем не там, то же самое, по всем параметрам у меня вышло 24% в среднем, то есть есть середина такая, по всем параметрам, не то, не другое, не третье, не четвертое, что-то вот золотая середина какая-то, вот, и то же самое относится к тестированию, связанному с соционикой, я прохожу тест, гексли, 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 у мужа определенное, предвзятое отношение к гексли, сейчас секунду, и вот относительно соционики, вообще и предвзятости к определенным социотипам, да и не только к социотипам, но вообще предвзятости по таким тестированиям, эти тестирования помогают понять себя, но понять других людей очень сложно, независимо от того, кто они есть, Потому что все равно есть определенные вещи, которые мы все не одинаковы, есть определенные вещи, которые появляются у человека с его опытом, жизнью, воспитанием. И вот что касается Гексли, то очень часто они манипуляторы и умело манипулируют, и крутят, вертят людьми направо-налево, особенно в своих целях. И особенно это касается отношений мужчин и женщины, но у меня с детства было такое, то есть я знаю, что я могу это делать, то есть мне это легко дается, но у меня с детства было отношение к манипуляции, к партнеру, к друзьям и так далее негативное. То есть я не знаю, с чем это связано, но у меня вот это вот с детства есть, что рыбки тоже манипуляторы очень серьезные. Но с точки зрения именно моего собственного противоречия, я не, как сказать, не то, что это не люблю, мне это не близко. То есть у меня это есть, я это могу делать, но мне это не близко. Поэтому людьми манипулировать в своих целях, пользоваться в своих целях никогда не хотела. Я могла, но не делала. Было такое, что я как бы задалась вопросом, манипулирую я или нет, вот моим первым молодым человеком, да, купила там свадебное платье и так далее. Для мужчины это, конечно, ах, ты им воспользовалась. Сколько он пользовался, мамма миа. Единственное, что я хотела, это его научить. И тогда ничего он не научился. Он так продолжал считать, что все женщины мозгоеды. А он тот бедный, несчастный, хороший. И все у него из-за того, что все женщины такие, все плохие попадаются. Он в них душу вкладывает, а они такие. Есть такой тип людей, и такого воспитания, и такого характера. И есть такая вещь, как нарцисс. И вот у него это очень серьезно проявлялось. То есть мой первый молодой человек был нарцисс. Они не чувствуют, они не понимают. У них нет этой, они могут быть эмпатичны, очень даже эмпатичны внешне. То есть вы можете эту эмпатию видеть. Но на самом деле, они, вот это вот чувство собственного возвышения над другими, оно есть. И вот он страдает для того, чтобы возвыситься над другими. И потом, как только он жертву схватит, он даже может сам это не осознавать, как только жертву схватит, он начинает постепенно с нее соки высасывать, начинает ее менять и начинает ее преобразовывать в, скажем так, как паук в сети, в мушку ловит, и потом начинает ее постепенно высасывать. Вот то же самое делает нарцисс. Он берет свою жертву в кокон, заворачивает, и потом из нее постепенно высасывает все соки. А она с мыслью о том, что было же круто изначально. Другой вопрос, что я им тоже определенным образом воспользовалась. И в этом плане я мерокантильна действительно была, потому что для меня важны были немножечко другие вещи. Именно физиологические. я прекрасно понимала, что, положая руку на сердце, у меня уже и муж есть, и дети есть, и я уже взрослый человек, чтобы об этом говорить. У меня нет национальности или гора исповедания такой, при котором я не могу об этом говорить. Камни в меня кидать могут по разным причинам, но с точки зрения своих собственных я об этом делюсь, для того, чтобы понимали. У нас просто огромное количество маленьких девочек, которые начинают свою жизнь физическую очень рано. Поэтому, может быть, это будет кому-то интересно. У меня никогда такой потребности не было физически рано свою жизнь начинать, именно по причине того, что я все же не прожила в книжках папиных по медицине и знала все туду. Мне просто ему подарили еще одну книжку, которая для девочек. А там было все-все-все-все-все. И в том числе эти процессы все рассказывались и так далее. Мне тогда было очень противно от всего этого. Я когда начиталась, этого всего мне стало очень противно. И это было лет в 11, наверное. Вот. И я вообще себя пересилить не могла даже на мальчиках смотреть с точки зрения физики. И для меня это было очень неприятно. Скажем так, эти все процессы как-то происходят. Фу-фу-фу. Нет. Я не хочу на мальчика так смотреть. И на вот эти все процессы я, наверное, останусь-ка я одна. Потому что все это испытывать мне не хочется. Мне это неприятно. Вот. И потом, когда пришло время, я понимаю, что мне больше 20 лет. И физически просто это необходимость. И необходимость это может быть именно важна с точки зрения, что, скажем так, своего собственного здоровья. Вот. Когда я там замуж выйду, непонятно. И вообще, выйду ли я замуж или нет. У меня мысли всегда были относительно того, что, когда я в 17 лет, я была, собиралась замуж просто для того, чтобы от родителей уехать. Вот. Но детей родить, племянником там занималась. И мне действительно казалось, что я легко с детьми там вожусь. Поэтому у меня уже опыта много. Я легко мамы стану. Вот. Имея вот эта вот недолюбленность моя собственная, рыбам нужно просто бешеное количество любви. Бешеное количество любви. Мне родители столько не давали по разным причинам. А мне это требовалось. И я хотела эту любовь передать своим будущим детям. Поэтому я так рано собралась там замуж и так далее. Мысли о том, чтобы начинать именно половую жизнь, рано у меня не было. То есть я немножко для других целей собиралась замуж. Вот. Но в 21 год я поняла, что мы уже по всем параметрам «Мне пора». Вот. И я просто действительно показывала свои серьезные намерения. Он показывал, что он действительно серьезно ко мне относится. Познакомил меня со своей семьей. Я была вхожа в его семью. И да, действительно, я поняла, что это отличный вариант. Но не любила я его. То есть вот у меня была такая влюбленность. Я хотела влюбиться. И, если честно сказать, мне не важно было в кого. Вот в чем дело. У меня действительно такое было. То есть я этого тогда не понимала. Я писала стихи, страдала и так далее. Мне вот хотелось этих страдальческих отношений. Мне хотелось человека, которому я буду писать стихи. И мне на самом деле не настолько важно было, кто это будет. Вот в чем дело. И очень часто девочки из-за этого отношения и жизнь свою портят. Что они выбирают, им просто надо в кого-то влюбиться. И они влюбляются. А потом оказывается, что это не совсем хороший человек. Или человек к тебе подходящий. Ну и самый основной момент был, что да, он серьезно к этому относился. То есть это не был передаточный пункт, перевалочный, между кучей и кучей женщин. А для меня это очень важно. Как для человека, который учился в медицинском институте, который всю жизнь знает, что такое АЗППП и так далее. АППП. Для меня это было действительно важно. Очень важно. Ну плюс к тому, действительно, по всем параметрам, он показывал, что он собирается жениться на мне. Да действительно так и, скорее всего, было бы. Потому что до последнего тянул меня в эти отношения и к свадьбе. Вот. А я эту свадьбу решила устроить. Исключительно для того, чтобы он наконец-то... Потому что я поправлялась в это отношение. Три года любить. Я поправлялась. Когда я поняла, что все, это тупиковая ветвь. Мы друг к Богу явно не подходим. Я страдаю в этих отношениях. Но я не могла ему сказать, что прости меня, пожалуйста. Но я-то бы воспользовалась. Я такая вся из себя плохая. Пора закруглять наше отношение. И он бы этому не поверил. Потому что я вся из себя такая эмпатичная и так далее. Как-то так. И, соответственно, ничего у меня вот так не получилось. Поэтому я начала поправляться. И перестала за собой ухаживать. Я думаю, ну, наконец-то. Сейчас я стану. Он меня богиней называл. Невероятной красавицей назывался такой. Ну, сейчас я почувствовала фанатичную любовь. И вот я поправилась. Очень прилично. Я сильнее, чем сейчас поправилась. У меня прям такие щечки были. Я специально. То есть я, конечно, склонна к тому, чтобы чуть-чуть набирать вес. Но у меня средний всегда был. Я вообще средняя во всем практически. Вот. И у меня вес особо сильный-то не набирался. То есть я спокойно могла кушать. И, ну, да, конечно, я не была худой. То есть у меня никогда не было склонности к тому, чтобы я худела. То есть у меня не было вот этих особенностей психологических, из-за которых я хотела бы быть похожа на кого-то другого. Я хотела быть всегда похожа на саму себя и на маму. Мама у меня была красивая. И у нее были очень красивые формы. Вот. И она себя считала всегда красивой. И яйцо, мама. Вот. И фигура моей мамы не вызывала у мужчин какого-то отрицания, да, отвращения и так далее. Наоборот. Я помню, мы как-то с мамой, ей уже было 45, наверное, 44. Мы с ней, а может быть 45, да. Мы с ней стоим в стекляшке, что-то покупаем. А у нее волосы такие шикарные, рыжие, просто потрясающе по пояс. И мы с ней стоим, мне лет 14. И ей, да, 45, да, и 44, 45. Вот. И к нам сзади подходит трое...